Привет, друзья! И я хочу официально поздравить вас с окончанием всех новогодних праздников и поздравить вас, конечно же, с наступившим Новым Годом Огненной Обезьяны. И мне кажется, это будет классный год, потому что это мой год. Я обезьяна. Какие-то приключения будут ждать у вас, и не только мне. Ладно, давайте я подведу сегодня основные итоги этого года. Это был год козы. И, несмотря на то, что это очень считается женственным знаком, таким настоящим знаком женщины, я в этом году, хочу сказать, сегодня, в этом году я испытала его просто на все просто 5+. Но, тем не менее, зачем застрять свое внимание на каких-то делах, которые мы не сделали, или каких-то плохих событиях. Все равно год прошел, и мы вспоминаем только самое лучшее. Я подвела некоторый такой топик, топ-5, наверное, будет, таких интересных дел, книжек, которые я прочитала или сделала в этом году, и чем я немножко горжусь. И первое, это, на мой взгляд, не самое важное, но, тем не менее, освободилась от косметической зависимости в принципе. То есть я с каждой своей зарплаты уже не бегу в подружку скупать все подряд, учитывая, что у меня лежит, все это есть, и этим нужно пользоваться. Я спокойно хожу без косметики, я спокойно вообще все это дело воспринимаю, хотя, вы знаете, как я люблю вообще помады, яркие, темные помады, и если мне подоставится возможность купить что-нибудь такое, я, конечно, это сделаю. Но я сейчас говорю немножко не о такой зависимости. Ну, вы знаете, что сейчас девочки многие просто фанатеют от всякой дорогой косметики, которая рекламируется теми же блогерами, и говорится, и преподносится все это так, что если вы это не купите, то вы просто не сделаете себе брови своей мечты, что ваша кожа не будет сиять, как у Дженнифер Лопеса и так далее. То есть своего рода это, конечно, навязывание важных ценностей, не всем это нужно, не всем это полезно. И порой, если вы, конечно, не визажист, если вы не какая-то там медийная личность, которая обязана ходить с красивым лицом, то зачем это вам нужно? Можно потратить деньги с умом на что-нибудь классное, что будет реально приносить вам удовольствие. То есть, если вы используете макияж в своей жизни именно как средство самовыражения, если вы делаете что-то новенькое, что-то прикольное, если вам нравится самовыражаться, пожалуйста, я сама люблю это делать. Но если вы постоянно на кого-то смотрите, оцениваете, если все время вы хотите быть на кого-то похожими, и если вы скупаете последние новинки только потому, что это модно, то я считаю, что это болезнь серьезная. Это надо лечить, и лечить это нужно чем-то ударным. Следующий немаловажный для меня был пункт. Я постаралась в этом году максимально наладить свой контакт с моей собакой, с Линдой, потому что я считаю, что ваша собака должна быть счастлива, что вы должны получать удовольствие от общения с ней. Я старалась максимально-максимально уделять ей внимание на прогулках, покупать какие-то корсочки, вкусняшки. То есть постоянно, чтобы я чувствовала вот эту вот связь со своим животным. Пусть многие скажут, что я какая-то сумасшедшая, что у меня волосы собачьи на губах, но это один из плюсов данного сложительства. Тем не менее, я чувствую большое удовольствие от этого. Мне это так сильно нравится. Я просто когда-то понимаю, что с твоим животным все в порядке, когда вы здоровы не только физически, но и морально вместе. У вас все хорошо, у вас все прекрасно, вы понимаете друг друга. А если что-то и возникает, то это обычные жизненные ситуации. Я очень довольна отношениями со своей собакой. Как ни странно, если вы знаете, я рассказывала о своей первой собаке, там у нас вообще были очень странные отношения, мы ссорились с собакой постоянно, мы с ней тролли, чего мы с ней только не делали в моем детстве. То, что сейчас у нас собака, я очень стараюсь беречь эту хрупкую вещь и все время думаю о том, чтобы не навредить своей собаке, чтобы ей все время было комфортно и хорошо со мной. И, соответственно, платят тем же. Поэтому это очень важный скачок в моем развитии. Следующий момент, я думаю, будет интересен многим, так как все вы думаете, что легко найти работу после окончания вуза, или, ой, как сложно, вы думаете, у вас есть какое-то свое мнение, у меня тоже есть свое мнение. И это адски сложно, это практически нереально. Найти работу по профессии после окончания вуза, если у тебя нет плата, если у тебя нет каких-то знакомств или большого количества денег. Поэтому этот год козы. Я мучилась, я страдала, я не могла найти работу. По профессии так уж точно. По профессии я поработала какое-то время и пришла к выводу, что немножко не моя эта конкретная стезя сферы, связанная с людьми. Почему? Потому что слишком сильный двигатель манипуляции людьми в СМИ. Собственно, кому я это рассказываю, вы наверняка все это знаете. И поймите, это чертовски сложно. Когда у тебя высшее образование, у тебя уже такой здесь стопор стоит, и он говорит тебе, Света, ты закончила вуз, у тебя высшее образование. Зачем тебе идти официанткой-барменом? Или автомойщицей, или уборщицей, или няней, кем угодно. Ведь у тебя высшее образование, тебе нужно что-то стоящее, что-то по тебе. И ты думаешь, да, действительно, я ведь такая умная, наверное. Я могу что-нибудь замахнуться на что-нибудь эдакое. Замахиваешься, замахиваешься, нифига у тебя не получается. Поэтому итогом этого года я осенью, в общем, я получила такие, работу своей мечты. Ту работу, о которой я думала всегда. Причем она сбылась, любая моя мечта, кстати, дословно. Поэтому, друзья, будьте вообще внимательны к тем вещам, которые вы загадываете. Планируйте и проговаривайте их дословно. Потому что я проговорила вот так, и вот точно все то же самое у меня сбылось. Но я, безусловно, всем довольна. Это просто работа действительно моей мечты. И я очень, так скажем, I'm excited. Я так взволнована, что просто даже, не знаю, как подобрать слова. Вы знаете, что я люблю читать. Но так получилось, что я себя просто неистово ругаю. В этом году я достаточно мало читала книжек. Я могла читать почиталке, я читала в интернете что-то. Но конкретно традиционных книг я читала не очень много. Но тем не менее, все, что я читала, я хочу вам рассказать об этом. И вы знаете, у меня случается так, что в жизни какая-то хрень происходит. Хорошая, плохая. И я, бывает, просто беру какую-нибудь книжку, или включаю какой-нибудь сериал, или фильм. И вот обязательно хоть что-то появится именно вот дословно, вот именно об этой ситуации, что у меня происходит. Сидишь такая, какого хрена здесь происходит? Они слезят за мной. Первая книга, которую я хочу вам рассказать, я ее так не смогла найти, она где-то валяется в моих завалах. Это Эмиль Золя, Доктор Паскаль. Если вы не читали эту книжку, то можете почитать. Но я опять-таки, Эмиль Золя это специфический писатель, который понравится не всем. Например, моя мама вообще его не переемлет, потому что говорит, у него все так плохо, у него все ужасно заканчивается. Так вот, в Доктор Паскаль тоже не очень все хорошо заканчивается, чего уж там говорить. Но тем не менее, какая-то надежда все-таки имеется. Это интересное произведение, это очень хороший автор. Он пишет, безусловно, очень легким, простым языком. И читается на одном дыхании. Вот вы именно следите за сюжетом, следите за его развитием. И реально интересно, чем все это кончится. Поэтому, если вам интересны взаимоотношения между людьми, и вы интересуетесь какой-то психологией, то Эмиль Золя, мне кажется, это хороший писатель. И все его романы, все его работы, они, безусловно, относятся, можно соотнести с нашим временем. И вы знаете, я придерживаюсь такого мнения, что писатель вообще это лучший летописец своего времени. Потому что историки, конечно, тоже есть неплохие, да, не спорю. Но ситуация в мире нестабильная, история переписывается, все перебирается. Что американцы до сих пор думают, что они выиграли войну. И я так сижу и думаю, вдруг оно так и есть. А откуда мы знаем? Мало ли что там для нас переписалось. А писателя никто не трогает. Он может просто сказать, а я все это выдумала, а это все фигня. А на самом деле это не фигня. Поэтому читайте писателей, читайте. Реально, они многие вещи могут приоткрыть, многие завесы приоткрыть перед нами. Вторая книга, которую я прочитала, я читала, кстати, ее еще в прошлом году. Ну и в этом году я решила ее перечитать, потому что, в принципе, она мне очень понравилась. Это Александр Дюма «Ущелье дьявола». И это даже своего рода не роман, это, по-моему, повесть, которую я прочитала где-то за три дня. Знаете, как я люблю плохих героев? Я люблю отрицательных героев, серьезно. Я просто обожаю плохих. Я люблю злодеев, мне интересно следить за ними. И у нас с точки зрения любопытства, интереса, мне интересно, почему они так делают, что они делают, что ими движет, мотивы. Может, я скрытая, так тихо. То есть, мне реально интересно, потому что доброго, хорошего человека, его и так понятно, он добрый, он хороший, да. Ну, можно там, конечно, как-нибудь глубже узнать, чем он движет. Но чем движет злодея, мне кажется, это реально интересно. И злодеи, по-своему, они, конечно, красивые ребята, особенно фильмы. Так вот, «Ушелье дьявола» тоже интересно. Я думаю, понравится любителям Гёте, Фауста, особенно любителям плохих, отрицательных героев, которые харизматичные, которые говорят умные вещи, которые любят философствовать, которые действительно так присущи немецкому народу, мне кажется. И опять-таки, Александр Дюма, ну что говорить, он прекрасно пишет, это всё легко, читается на одном дыхании. И интересно, чем же всё это кончится. Ну, кстати говоря, вы знаете, концовка... Ну, в общем, если прочитаете, скажите мне, я концовка недовольна. Я, я, я не знаю, может быть, я что-то не поняла, может быть, я глупенькая, но объясните мне концовку, я её не понимаю. А сам, сам роман, сама повесть очень даже неплохая. И последняя книга, которую я просто рекомендую, наверное, всем, абсолютно всем, она будет интересна, особенно молодёжи. Я читала эту книгу на читалке, и это был сборник сочинений Говарда от Лавкрафта. У меня просто был экстаз мозга, не знаю, меня просто выносило от Лавкрафта. Вот если вы писатель, если вы пишете, если вы интересуетесь словом, если вы вот вдумчиво читаете тексты, то вы меня поймёте. Когда вы читаете Лавкрафта, внутри что-то закипает, вы чувствуете неимоверное наслаждение вот этим вот словом. Я читала Лавкрафта даже не из-за сюжета, хотя он, безусловно, очень интересный. Я вот сидела и думала, как такое можно написать? Как, где он выискал эти слова? Просто я не знаю, из какого ветхого словаря, из каких научных справочников. И, несмотря на то, что всё это как бы научная фантастика, этого, по сути, ничего не было. Но, вы знаете, он пишет так, он доказывает это всё так, что ты невольно начинаешь ему верить. И от этого становится жутко. Но Лавкрафт приводит жёсткие, чёткие доводы в защиту собственного мнения. И это страшно, поверьте мне. Я, когда читала Лавкрафта, я человек, которого нереально напугать. У меня мурашки бежали по коже. Я сидела на кухне, тут зашёл муж, и я что так вот с дрогом, что все чашки не полетели со стола. И я читала Лавкрафта как писатель. Я читала, я наслаждалась и воздавала просто оды, хвалебные оды переводчикам, которые переводили всё это на наш язык, потому что это гениально. Но, вы знаете, мой вам совет, если вы читаете именно сборник его произведений, не читайте в захлёб сразу несколько. Прочитали один, посидели, подумали, переварили, потому что я начинала читать очень много. У него, в принципе, достаточно похожие изложения и похожие сюжеты. И они могут у вас немножко перемешаться с коктейлем. Почитайте «Хребты безумия». Почитайте «Хребты безумия». Это одно из моих самых-самых любимых произведений. Я считаю его именно с научной точки зрения, такой псевдонауки, это просто мега-произведение. И вы получите колоссальное удовольствие, особенно под чашечку какого-нибудь чая, вечером, когда никого нету, завернувшись у одеяла. Это просто... Друзья, и последний момент, он забавный, но для меня он имеет просто колоссальное значение. Я вернулась. Бог вернулась. Да, я вернулась к своему режиму цвета волос. Я крашу щепой. Боже мой, я счастлива. Мне следует снять видео о том, как цвет волос влияет вообще на внутреннее состояние, кроме меня. На меня он влияет просто до невозможности. Как сильно, потому что будучи с черными волосами, с темными волосами, я была такая вся... Вся жизнь это боль. Все плохо, очень плохо. Привет, Линда. Опять гулять. Опять гулять? Это кто? Это не я. Это была не я. И рыжий цветовоз, конечно, для меня это что-то солнечное, прекрасное, это позитивное, потому что невозможно хрустить, когда ты рыжий. Ты должен всегда улыбаться. Поэтому, друзья, я вам желаю того же, улыбайтесь как можно чаще, делайте приятное своим близким, радуйте их чем-нибудь. И пусть этот год принесет вам только приключения, какие-нибудь дикие, таинственные приключения. С хорошим концом. Все так и будет. Пока-пока.